Безусловно, я смотрю, отец Виктор здесь у нас, представитель Украины. Хочется посмотреть на эти евангельские истины, которые Господь нам говорит. Да любите друг друга. И вот на Украине происходят такие события, которые потрясают нас с вами. Они приводят к такому большому смущению, такие трагедии, которые заставляют сердце обливаться кровью. И это все очень-очень рядом с нами. Никогда в жизни никто не мог подумать, что такое может произойти. Поэтому Евангелие, оно четко и ясно говорит нам с вами такие важные моменты. Это любовь друг к другу. И когда смотришь, духовенство выступает и говорит о том, что отделившиеся от церкви люди, которые носят и грязь, и носят черное деяние, и кресты, и говорят, за одного украинца 10 москалей. Конечно же, мы с вами в Евангелии, вот эта любовь, которая у нас с вами господствовать должна, она господствует перед нами. Да любите друг друга, она должна быть, по-моему, для всех, кто там ни был. И ненавидящий Господь говорит вас, необходимо и любить, и помогать всячески. Ибо во всем и вся Господь. Поэтому мне вот хочется, чтобы мы, вспоминая вот эти события, которые там происходили, которые там происходят, всегда бы и сами, всегда бы себя подтягивали и ревностно несли свое послушание священнослужителей на тех, отведенных по благословению и милости Божией, участка, которая нам, нам Господь с вами поможет. Чтобы мы не были ни холодные, ни горячие, как говорится в Священном Писании, и сблюет того Господь. Чтобы мы ревновали, чтобы мы свою жизнь всегда проводили бы, по милости Божией, с ревностью, служением Ему и с радостью, как сказал преподобный Серафим Тарусский, Христос, воскресе, радость моя каждому приходящему к Нему. Вот уже 20 лет тюремное служение на белорусской земле приобщает осужденных к вере, оказывает положительное влияние на их взаимоотношения друг с другом, способствует социальной адаптации и возвращению их в общество как полноценных граждан после освобождения. В 1994 году состоялся первый организационный семинар для священнослужителей, несущих тюремное послушание в белорусском Зархате. И 30 декабря уже с 2008 года решением Святаго Синодо Белорусской Православной Церкви был учрежден отдел по взаимоотношению белорусской православной церкви с Министерством внутренних дел Республики Беларусь и Департаментом исполнения наказаний Министерства внутренних дел Республики Беларусь. С этого момента началась активная работа по возрождению тюремного служения Белорусской Православной Церкви. Одним из главных итогов ее стало принятие программ сотрудничества Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Белорусской православной церкви Белорусской оборудования и комитета по исполнению наказаний МВД от 1999 и 2005 годов. Данные документы являются в настоящий момент основополагающими юридическими документами для осуществления пастырского попечения лиц, отбывающих наказание в пениценциарных учреждениях Белоруссии. В связи с активизацией работы по тюремному служению возникла необходимость создания юридического лица, которое расширило бы возможности по осуществлению служения в местах лишения свободы. Устав религиозной миссии, Синодальный отдел по тюремному служению Белорусской православной церкви был утвержден Святым Синодом Белорусской православной церкви 29 сентября 2011 года 2020. Официальная государственная регистрация новой церковной организации была произведена 1 ноября 2019 года и в настоящий момент религиозная миссия Синодальный отдел по тюремному служению Белорусской православной церкви как юридического лица завершила постановку на учет всех соответствующих государственных структур. Решение в священном начале Белорусской православной церкви в 2013 году базовым центром для координации тюремного служения определен приход храма, введение во храм Пресвятой Богородицы города Минска настоятель священник Георгий Лопухов. И с 30 июля 2013 года назначены на должность заместителя председателя религиозной миссии Синодальный отдел по тюремному служению Белорусской православной церкви. Таким образом тюремное служение в Белорусской православной церкви завершило свое юридическое оформление, что позволило активизировать работу в пенетенциарных учреждениях в последующем направлении. Духовно-нравственной и просветительской деятельности, богослужебной практики и пастырского потечения, создание системы специального образования, тюремных крещенослужителей, создание центров социальной адаптации в вопросах профилактики преступлений в деле милосердия и благотворительности. Все эти направления на последние двух архиерейских соборах в 2011 и 2013 годах в рамках социального взаимодействия с государством Русской православной церковью определены как один из приоритетных. Исходя из вышеуказанного можно большой доли уверенности констатировать тот факт, что период организационного становления тюремного служения завершен и наступает новый период четкого, качественного построения работы всей структуры данного вида социального служения белорусского экзорхата. У меня здесь много написано, сказано, воспоминания, как мы трудились, что мы делали, что необходимо сделать. Безусловно, мне кажется, очень важным моментом для всех нас это необходимо, чтобы тот храм, к которому мы в свое время обращались, все же мы выбирали из храмов, находящихся в Минске, чтобы центр нашего служения был бы не на строительство направлен, храмы и где остановиться, а чтобы мы с вами еще раз обратились к экзорхату, чтобы центр был готов, потому что нам необходимо сосредоточиться и служить во всей нашей белорусской республике, чтобы можно было качественно подходить, чтобы можно было и предстоятелю совершать свои такие очень важные паломнические, скажем, поездки по исправительным учреждениям, и, безусловно, чтобы и духовенство чувствовало на каждом своем таком послушании в тех или других иных колониях, чтобы мы могли с вами продуктивно работать. К сожалению, у нас есть и недостатки, и я встречаюсь с многими архиереями, беседуя с ними, они говорят, как многие, особенно сейчас, в настоящее время в России, шагнули вперед, и по социальному служению, и по служению с алкоголиками, с наркоманией, безусловно, эти моменты очень важны, чтобы мы с вами не отставали, а были бы плечом к плечу в этом очень ответственном, сложном и важном для каждого из нас, как я уже говорил, служении. Помоги нам всем в Господе, дай Бог крепости, чтобы мы свое служение совершали бы с радостью, чтобы знали, что на все милость и благословение Божие. Вот это благословение надо нам с вами его нести с радостными лицами, чтобы наша душа с вами ликовала, чтобы мы свое послушание выполняли со всей строгостью и ответственностью Бог всем нам в помощи.